Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня я буду тестировать очень необычный набор с Алиэкспресс. Это вот такой вот милый розовый наборчик для коррекции и оформления бровей. Также мы протестируем еще пару интересных штучек для удаления пушистости на лице. Честно скажу, я очень долго разбиралась, что вообще с этими приборами всеми делать, потому что здесь есть какая-то невнятная инструкция, но она, естественно, на китайском, наверное, языке. Есть перевод на английский, но очень ломанный, коверканный, скорее всего, это машинный перевод. По картинкам толком ничего не понятно, но сейчас будем разбираться. Итак, первым делом мне нужно выбрать форму бровей, какая я хочу. Здесь их представлены три. Мне тут рекомендуют прикладывать каждую поочередно и присматривать, какая из них мне подойдет больше всего по форме. Итак, начнем с номера один. Вот эта штриховочка у нас должна быть линией носа, ну хотя, как видите, немножко похожа. Номер два. Это менее изогнутая бровка. Мне вроде бы и вот эта подходит. Странно. Так, и номер три. Совсем ровная бровь. Это точно не мое. У меня не ровная бровя. Да, это явно не номер три. Остается номер один или номер два. Одна у нас прям изогнутая-изогнутая, а вторая менее изогнутая. Это определенно вторая форма. Так, дальше мне нужно придерживать это двумя пальцами и начинать прорисовывать бровь с помощью карандашика. В общем, мне нужно поставить точечки, где у меня начинается бровь, заканчивается и где ее изгиб. Начинается, заканчивается и изгиб. Кстати, гляньте, она сама держится. Короче, надоело мне возиться с этими шаблонами. Я хочу уже быстрее перейти к карандашику. Мне кажется, ни один шаблон идеально не сможет повторить именно вашу натуральную форму брови. Поэтому мне кажется, что стоит просто карандашом прорисовать свою уже существующую форму. В принципе, у меня какая-никакая, но она есть. Начну, пожалуй, с нижней границы. Карандаш мне очень нравится. У него интересная форма, такой как прямоугольничек. Рисует приятно. Цвет мне очень нравится. Мне кажется, 100% на попадание, потому что это самый серый цвет. Из существующих этих карандашей, там их на выбор около пяти. То есть, действительно, можно подобрать максимально близкий к натуральному цвету оттенок. Мне нравится, как он заполняет отсутствие волосков. Он не сильно сухой, но не сильно жирный. Что говорит о довольно неплохой стойкости. Сейчас вторую прорисуем. Этим карандашом вы точно не нарисуете штрихи. Это карандаш для заполнения бровей больше. Он дает тень. Кончики обычно всегда должны быть более интенсивные, чем само тельце. Так называется основание бровей у нас. Тело брови. Ну вот немножко еще тут добавим цвета. В общем-то, бровины должны быть идентичными. Если они будут слишком идентичными, это будет реально скучно. Если у вас одна бровка по природе немножко приподнячее, чем вторая, это ваша такая натуральная особенность, ваша изюминка. Дальше переходим к очень странному приспособлению. Это вот такие вот ножницы, которыми мы будем подравнивать длину волосков. Мне, честно говоря, очень страшно, что я сейчас себе что-нибудь лишнее-то поотрезаю. В общем, в инструкции сказано начинать с хвостика брови и двигаться к основанию. Ножнички я держу только вот так. Не вот таким образом, а как бы наоборот. То есть я расчесочкой поддеваю волоски и состригаю кончики. Ах, не страшно. По-моему, ничего не режут. Нет, режут. Они режут, они режут. Не срезайте прям вот у основания. Вот так не нужно срезать, а можно довести, пока не останется пару миллиметров волосинок. Тогда только отрезаем. Ох, как я взъерошила тут свои брови. Не понимаю работы этих ножниц. Они вроде бы работают, отрезают что-то там, но прям видимо. Сейчас мы будем сравнивать. Вы мне скажете, заметно ли, что я свои подстригла волосинки-то. Похоже немножко на филировку волос. Ой-ой-ой. Так, я хочу немножко еще расчесать их. Ох, сейчас бы хороший гель какой-то для бровей закрепить их бы. Так, ну что-то там отрезалось, так. А-а-а, много отрезало. Жаль, что в комплекте нет щеточки для бровей. Мне очень у них хватает. Ну вот, вот она, состриженная вот эта бровка. И вторая у меня обычная. Я лично вижу разницу, потому что вот посмотрите у основания. Видите, здесь какие длинные волоски у меня. Вот они. Они вот торчат кустиком. А здесь они реально подстриженные и как будто уложенные. Посмотрите, они все одной длины. Хотя я сильно не старалась. Вообще первый раз в жизни не жжу эти рожницы. Но мне кажется, выглядит неплохо, да? Я сейчас быстренько закончу вторую бровку и вернусь к вам. Ну вот, теперь оба кустика у меня одинаковые. И наконец-то переходим к последнему этапу. У меня в руках, казалось бы, такое милое приспособление. Розовенькое, хорошенькое. С наклеечкой, с сердечком. Но на самом деле это у нас бритва. Да, это лезвие. Более милого лезвия я еще в жизни не видела. В общем, я не знаю, странно как-то в наборе для бровей наблюдать лезвие. Но как я видела, это для того, чтобы вот эти вот волосинки, которые тоненькие, маленькие, пушистые вот это вот сбривать. То есть не выщимывать, как мы привыкли, а сбривать. Честно, у меня сейчас ничего не бреет. Она как будто затупилась. Не работает. Ауч. Я так боюсь пораниться, все-таки это бритва. Как правильно, мне кажется, вот так все-таки. Все, я научилась, я научилась. Я не скажу, что это самое острое лезвие, им там прям можно себе сделать брови, но... Ау, она царапается. Оно бреет, смотрите. Видно вам? Вон кусочки волосиков отпадают. Никогда не думала, что я буду пользоваться лезвием для бровей. Ну, боже мой, посмотрите, как это мило. С наборами, я думаю, мы уже закончили. И я хочу протестировать еще две штучки для удаления нежелательных волосков. Вот такие вот две. Обе они вот такие вот на основе пружинок. Давайте попробуем вот эту. Похоже на лунную призму Салармун. Так, значит, нам нужно повернуть вот этой стороной и крутить. Я чувствую, что вырубается, он щипает какие-то волоски, но походу они вот эти беленькие, пуховые волоски, которых не видно. Давайте попробуем вот здесь. Ааа, здесь больно. Вот здесь я хорошо чувствую. Ааа, это, наверное, больше для удаления волосков на лице. Вот тут вот уже реально чувствуется, как хватает. У меня вроде таких условий нет. Что-то оно там захватывает. Я сейчас расплачусь, у меня будут сейчас слезы течь. Ааа, бушечки. Выглядит реально стрёмно. Всё, главное, чтобы Серёга не нашёл в комнату, он сейчас, скажем, чем ты тут занимаешься вообще. Не самое приятное занятие, но мне кажется, очень полезно для тех, у кого много пуховых волосков. Вот или вот эта вот зоня на усиках. Я видела у девчонок с тёмными волосами, у брюнеток, таких жгучих, у них вот тут вот тоже будут маленькие такие. Вот эта штука, мне кажется, очень удобна, только больно, неприятно. Вторая штучка. У меня вот такая вот пружинка с двумя такими вот наконечниками. В общем, мне нужно её согнуть и сделать вот так. Да, она работает точно так же, как и предыдущая, но она захватывает меньше, ей нужно приноровиться крутить правильно, в отличие от той. Той просто вы ручкой двигаете, она сама всё делает, это ей нужно приспособить. И всё-таки, я думаю, вот эта вот вещь более полезна для пушковых маленьких, а вот эта вот для более плотных и толстеньких волосков. Что касается всего набора, я честно не ожидала, что реально всё мне понравится. Стоит этот набор меньше 2 долларов. Мне кажется, это цена только вот этого карандаша. Все ссылки, как всегда, оставлю внизу. И прежде чем закончить это видео, хотела бы предложить вам перейти по ссылочке внизу и посмотреть видео о покупках рюкзачков с Алиэкспресс блогера Мил Капо или Людмилы. Она в деталях показывает приобретённые рюкзачки с описанием деталей, указанием цен, а также примеркой. Я думаю, вам будет интересно узнать о довольно стоящих рюкзачках с Алиэкспресс по самой приемлемой цене. Переходите по ссылочке внизу. Надеюсь, вам это видео было полезным или интересным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу мне будет очень-очень приятно. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. А также можете кликнуть на любую из этих иконок и посмотреть ещё больше видео. Спасибо вам большое за внимание, а я всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok